Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. И сегодня я бы хотела рассказать вам о такой, пока не очень распространенной культуре, как Актинидия коломикта. Наверняка вы обратили внимание, что в последнее время во многих магазинах появились саженцы этой культуры. И у вас возник вопрос, стоит ли сажать ее? Мой ответ однозначно стоит. Это растение многих назначений. Прежде всего, она просто красивая. Даже если вы не дождетесь хорошего урожая, даже если вам не очень понравятся по вкусу ее плоды, растение это красивое и очень декоративное. Название коломикта видовое получило от того, что по-латыни. Коломикта это означает смесь цветов. До начала цветения листья этого растения покрываются пятнами. Сейчас вы можете увидеть частично эти пятна, они с течением времени изменяют окраску. Сразу это пятно серебристо-белое, потом у него по краю появляется еще розовое пятно. Особенно сильно пятнистостью вот этой подвержены мужские растения коломикты. На женских растениях, как правило, появляется только серебристое пятно, но в любом случае это выглядит очень декоративно и красиво. Выглядит так, как будто растение цветет. Хотя на самом деле цветки у актининди не очень крупные, но они не сильно заметны, но имеют очень приятный нежный запах, напоминающий запах лимона. Кроме того, если вы правильно подберете место для посадки и соблюдете правила, при котором у вас на участке будут расти как мужские, так и женские растения, поскольку актинидия коломикта это раздельно полое растение, и ему нужно для перекрестного пыления наличие отдельно мужских, отдельно женских растений, вы будете наслаждаться плодами актиниди, которые, хотя по размеру и не сильно велики, они, как правило, не превышают в размере ягоду крыжовника, не сильно крупную, но по вкусу они очень нежные, приятные и напоминают плоды киви. Киви – это тоже актинидия, актинидия китайская. Первым на эту культуру обратил внимание еще Иван Мичурин. И он же первый оценил высокий потенциал этой культуры и вывел несколько сортов, которые до сих пор встречаются у нас в продаже. Сорта Мичурина, как и большинство сортов, которые предлагаются для реализации, это женские растения. А мужские растения, как правило, названия у них однотипные, что у актинидии коломикты, что у актинидии аргуты, мужские сорта называются просто адаму, то есть мужчина. По вкусовым качествам, по размерам, по срокам созревания плодов отличаются только женские растения. Соответственно, тут разнообразие сортов намного больше. Мичуринские сорта – это сентябрьская и ананасная. Это самые первые сорта актинидии, которые были получены. Кроме того, был еще такой сорт Кларацеткин. Сейчас практически его не найти в коллекциях даже. Чем она отличается от актинидии аргуты, рассказ о которой вы слышали недавно на нашем канале? Это более ранняя культура, созревает она раньше. И если актинидия аргута созревает, как правило, уже ближе к осени, то актинидия коломикта – это позднелетняя ягода. Плоды у неё начинают созревать, как правило, уже с конца июля месяца. Самое первое. Но основное, конечно, плодоношение у неё приходится на август месяц. В отличие от актинидии аргуты, у неё достаточно растянутое созревание. Их плоды у неё плохо держатся на самом растении. По мере созревания они просто осыпаются. Поэтому для того, чтобы облегчить себе работу, можно просто размещать под посадками этой актинидии какие-то сито, подносы, расстилать спонбонд, либо плёнку, либо просто ткань какую-то. Для того, чтобы вы, допустим, на неделю уехали с дачи, приехали в выходные, у вас там насыпалось уже этих зрелых ягод актинидии. Эта ягода очень вкусная. И она имеет десертный такой приятный вкус. Но, кроме того, она очень полезная. Содержание витамина С было оценено ещё Иваном Мичуриным. И он, в общем-то, не зря назвал эту культуру культурой будущего. Поскольку это действительно очень витаминная ягода. Поэтому, если у вас возникают излишки урожая этой культуры, конечно, хочется её заготовить. Самым правильным способом заготовки актинидии будет либо её замораживание, либо сохранение её в протёртом виде сахаром в холодильниках или в каких-то погребах. Но прежде чем получить урожай, нам надо правильно посадить это растение. Какие же требования в культуре у этого растения? Актинидия коломикта родом из дальневосточной тайги, из уссурийского края. И там она в природе встречается на достаточно рыхлых, лёгких почвах прибрежных, в такой тайге, под пологом леса. Собственно говоря, поэтому она так интенсивно растёт в высоту, чтобы выбраться на свет. Но нам, для того, чтобы её успешно выращивать, совсем не обязательно ей сажать какие-то высокие растения рядом. Достаточно устроить опору высотой до 2 метров. Большей высоты опора, она, конечно, легко освоит высоту эту. Но при этом нам будет неудобно собирать плоды и ухаживать за этим растением тоже будет не очень удобно. Поэтому, в принципе, достаточно опоры высотой 2 метров. Вполне подойдёт обычная сетка рабица в качестве опоры, которая хорошо зафиксирована на столбах. Поскольку это вьющееся растение, оно заплетает эту сетку. Оно хорошо зимует на сетке, не повреждается зимними морозами даже очень в суровые зимы. И стабильно цветёт каждый год. Это достаточно нетребовательное растение. Она не нуждается в особом плодородии, она не нуждается в каких-то особых условиях. Но, конечно, наилучших результатов она покажет на достаточно лёгких почвах. От нейтральных до слабокислых. Не очень хорошо она переносит щелочные почвы. То есть лучше всё-таки отдать предпочтение участкам с нейтральными, либо слабокислыми почвами. Ну и с умеренным плодородием. При избытке азотных удобрений в почве эта культура начинает жировать и даёт очень обильные приросты в ущерб цветению и плодоношению. Какие особенности ухода за этой культурой? Прежде всего, есть такой момент, который многие упускают из виду. Желательно сразу при посадке устанавливать опору. Если мы сажаем актинидию, и у неё нет опоры сразу, она может у нас расти в очень таком низком виде. Она не будет практически развиваться и 3, и 4 года, и она не будет расти. Как только вы поставите опору, буквально через год-два, вы увидите, насколько это растение преобразилось и выросло. Плодоношение культуры начинается достаточно быстро. Это более скороплодная культура, чем актинидиа аргута. Как правило, на 2-3 год после посадки саженцев начинается первое цветение и, возможно, уже плодоношение. То есть можно будет попробовать плоды. У аргуты этот период более длительный, до 4-5 лет, как правило, занимает. Есть ещё одна особенность. Для того, чтобы лакомиться ягодами в большом количестве, совсем не обязательно сажать нам на каждую девочку одного мальчика. Вообще классическая схема посадки этой культуры – на одно мужское растение 3-4 женских растения. Если вы покупаете разные саженцы женских, разные сорта женских растений, вы можете просто приобрести одно мужское растение, и этого будет достаточно для оплодотворения. Достаточно часто возникает такой вопрос, можно ли посадить мужское растение коломекты или аргуты, для того, чтобы одновременно опылять женские растения коломекты и аргуты. К сожалению, этот номер не проходит. Необходимо для каждого вида высаживать своё мужское растение. То есть, если вы выращиваете сорта актинидии коломекты, то и мужское растение у вас должно быть именно актинидии коломекты. Если вы выращиваете актинидию аргута, то мужское растение должно быть тоже актинидии аргута. Кроме того, на рынке в последнее время есть сорта, про которые утверждаются, что они обоеполыми являются. Причём есть такие сорта, как у актинидии аргута, так и у актинидии коломекты. У актинидии аргута действительно очень часто, даже в природе встречаются обоеполые клоны, поэтому наличие таких сортов вполне естественно. У актинидии коломекты такого практически не наблюдается. И в любом случае, для хорошего благотворения, для того, чтобы получить полноценный урожай, всё-таки желательно иметь опылитель мужское растение. В условиях средней полосы актинидия коломекта не повреждается никакими вредителями и болезнями. Это растение дальневосточного края, и, в принципе, оно не имеет каких-то специфических вредителей в наших широтах. Развивается оно достаточно интенсивно, и поскольку оно не требовательно к почвам, оно себя хорошо чувствует практически на любых участках. Поэтому оно плохо повреждается вообще различными вредителями и заболеваниями. Кроме того, листья актинидии коломекты, они содержат достаточно большое количество эфирных масел. Видимо, это помогает отпугивать этому растению каких-то вредителей, поскольку за многие годы выращивания этой культуры в ботаническом саду массового повреждения какими-то листогрызущими, сосущими вредителями на актинидии, в отличие от многих других культур, замечено не было. Если же вы хотите какой-то один сорт размножить, то актинидию достаточно легко размножить черенкованием. Эта культура размножается как одревесневшими черенками, так и зелеными черенками. Есть один момент. При черенковании следует обратить внимание, с какого растения вы берете черенки. Мужское это растение или женское. Поскольку до момента цветения определить, кто перед вами, мальчик или девочка, вы не можете. То есть очень внимательно следите за своим посадочным материалом вплоть с момента отбора черенков. Вот вы нарезали черенки. И есть еще одна особенность у актинидии. Мужские черенки укореняются гораздо лучше, чем женские черенки. Не знаю, с чем это связано. Но действительно, особенно если вы одревесневшие черенки берете, укореняемость мужских черенков порядка 90% при обычных условиях, женских порядка 50%. То есть достаточно значительная разница. То есть если вы хотите размножить именно женские растения, режьте черенков побольше. Зеленые черенки заготавливают в стандартный для этого времени срок. Сроки – это сразу после цветения растения. Это обычно конец мая, начало июня. Когда у нас уже практически закончился рост побега, он уже имеет достаточно такие одревесневшие ткани, но еще он имеет зеленую кору. Одревесневшие черенки заготавливают поздно осенью и сажают на укоренение, если у вас мягкие зимы, прямо под зиму в грунт. Либо если зимы в вашем регионе суровые и могут грунты промерзать достаточно серьезно, их сохраняют, эти черенки, в погребе, в холодильнике, завернутыми во влажную ткань и полиэтилен. До весны и высаживают раненько весной на укоренение. Я надеюсь, что мой рассказ поможет вам найти для себя нового любимца в своем саду и вы по достоинству оцените эту культуру. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С удовольствием отвечу на ваши вопросы в комментариях.